Рождественский пост Мы можем обсуждать в студии, а сегодня у нас в гостях иерей Дмитрий Никитин. Здравствуйте. Здравствуйте. И эндокринолог Инна Вейцман. Здравствуйте. Ну, прежде чем мы начнем нашу беседу, предлагаю посмотреть опрос. Мы вышли на улицу, чтобы узнать, соблюдает ли пост жители Бурнаула. Давайте посмотрим. Не всегда удается. По каким причинам? Люблю поесть вкусно. Да, я вообще-то не верю. Богу-то. Так что не знаю, честно говоря. Вы видите, у нас сместились праздники. Календарь юлианский и григорианский. Поэтому он неуместен просто, этот рождественский пост. Мое мнение. Сейчас 21 век, геологи-палки, технологии. Все. Это актуально для тех, кто такой староверный верный. Ну вот, как показал опрос, большинство барнаульцев, ну, возможно, это совпадение, пост по разным причинам не соблюдают. И все же, отец Дмитрий, по вашим личным наблюдениям, количество тех, кто постится, стало больше? Ведь сейчас модно вести здоровый образ жизни, следить за своим питанием. Ну, знаете, пост зачастую понимается только в одном плане, именно гастрономическом. То есть то, что можно кушать и чего нельзя. А на самом деле пост, конечно, это только лишь одно крыло поста, а есть еще духовное. Поэтому постящийся человек, он должен, конечно, в это время, во время поста посещать богослужения, участвовать в церковных таинствах, он должен работать над собой, над своим состоянием, в плане отношения к Богу, отношения к людям, меньше раздражаться, больше читать духовные литературы. В этом и есть как раз главный смысл. Потому что если мы будем только принимать пищу, воду и хлеб, но при этом будем с кем-то ссориться, ругаться, как-то себя плохо вести, то смысл поста сводится к нулю. Ну и все же, большинство действительно, вы уже сказали, воспринимает пост, ну, современные люди, это как своего рода диета. Вы как считаете, стоит ли вот так, с бухты-барахты, вздумалось мне поститься? Ну, здесь надо все-таки четко понимать, что хочет человек. Действительно, если у него имеются некие духовные потребности, он будет соблюдать пост, и ограничение в питании для него не будет каким-то, ну, так скажем, эксцессом для его организма. Стрессом, конечно. А если человек просто ставит себе, вот завтра начинается пост, и я как бы в эту струю буду входить и буду просто не питаться, для него, во-первых, это будет очень трудно по продуктам питания, это действительно стресс для организма будет. И, к сожалению, выходя из этого стресса, он наберет еще больше килограмм, чем был вес. То есть это не ограничение. У нас есть такое понятие психосоматика. Психа – это душа, а соматика – это тело, да, в здоровом теле, здоровый дух. Поэтому, на мой взгляд, пост – это должна быть совокупность вот этих двух параметров. Бездумное включение в пост чем чревато для организма? Наш организм берет питательные вещества, соответственно, из разных продуктов питания. И вот ограничение животных продуктов, да, которые в посте именно ограничиваются, это источник незаменимых аминокислот, так скажем, да. Все остальные продукты, они взаимозаменяемые. Поэтому, если у человека какие-то есть выраженные заболевания, онкологические заболевания, предположим, беременность, ну, это не заболевание, физиологическое состояние, когда требуется больше веществ. Конечно, не надо ограничивать вот так скрупулезно в пост, предположим, об этом. И всегда говорят, и батюшки всегда говорят на проповедях. И, а если человек здоровый, если он принял это решение, то для него не будет какой-то катастрофы для его организма. Отец Дмитрий, расскажите, как нужно подготовиться правильно к посту? Ну, есть такой обычай перед постом брать благословение у священнослужителя, у своего духовника на грядущий пост. В общем-то, во всех храмах проходит богослужение. Вот нынешний рождественский пост, он начинается, и он еще по-другому называется, Филиппов, и начинается уже после Дня памяти апостола Филиппа. И уже подходит прихожанник, батюшки, он благословляет их на грядущий пост и советует, в зависимости от того, он знает этого человека лучше, что ему, так сказать, полезнее было бы, от чего следовало бы воздержаться. Ну и некоторые берут благословение на послабление, ввиду своего состояния, здоровья. Это немощные часто люди в возрасте уже, или болящие, вот те, которые принесли операцию, например, или трудящиеся какие-то, выполняя тяжелые физические работы, тоже могут взять благословение на послабление. А если батюшка не видел до сегодняшнего дня этого человека, вот познакомились только что, какие-то рекомендации тоже можно дать? Ну, в этом ничего страшного нет, он может рассказать о себе. Дело в том, что батюшку можно обмануть, а Бога не обманешь. Я думаю, что здесь главное искренность, главное говорить о своих вот таких каких-то сложностях, проблемах можно. Ну и священнослужитель обязательно объяснит, что вот ты можешь, допустим, это есть, это не есть, но самое главное, не обижай людей, не обижайся, вот это будет центр всего поста, а не то, что ты там съел или не съел, выпил или не выпил. А если, предположим, человек предыдущие годы соблюдал пост, и вот вдруг вынужденная командировка или путешествие, предположим, в горы, что ему делать? Ему понятно, там много сил и энергии придется тратить. Можно ли вот как-то потом загладить свою вину? Ну, знаете, для путешествующих есть тоже послабление, также есть обычай такой брать на путешествие благословение у священнослужителя, и как раз вот в разговоре, в беседе можно сказать ему, попросить батюшку, чтобы он помолился о добром, хорошем путешествии, и также спросить благословение на некие послабления, потому что зачастую приходится тем, кто ездит, есть пищу там и такую пищу, которую дают. В общем-то, и нехорошо было бы, ну, человеку просто пребывать в каком-то состоянии голода или, ну, некомфортном, что он на что потратил бы больше сил, вот, и изможденный человек, ну, конечно, это не есть правильный пост. Когда я готовилась к нашему интервью, прочла, что многие люди отказываются от поста, ну, как-то противники его, потому как необходимо кушать, предположим, рыбу в определенные дни, да, а она дорогая. Соответственно, недостаток микроэлементов всевозможных. Можно ли витаминками заменить? Да, вот мы сейчас очень так активно рассматриваем этот вопрос, потому что действительно много постящихся – это люди уже пожилого возраста, возраста мудрости, когда не хватает определенных микроэлементов. И вот в этот период лучше принимать какие-то дополнительные биодобавки, которые не противоречат, так скажем, питанию в пост. Это витамин D в обязательном порядке, тем более, что у нас сейчас зима, не хватает солнца, это обязательно железо, потому что ограничивается, опять же, исключается мясо как источник железа и так далее. То есть это вполне разумно. Ну, то есть получается, прежде чем приступить к посту, необходимо не только с батюшкой посоветоваться, но еще и с врачом. Я думаю, что если человек не посещает врача, если он здоров, он может входить в пост без консультации врача. А вы как относитесь к посту? Я отношусь хорошо к посту, но сама, к сожалению, не пощусь, потому что еще духовно я до этого не дошла. Моя мама 40 лет соблюдает все полностью посты, за что я ее очень уважаю. Ну, и я думаю, что все равно с течением времени это придет. Придет. Но мы еще знаем, что нужно аккуратно в этом вопросе быть детком, не злоупотреблять. То есть у детей тоже есть своего рода пособление. Разумеется. Ну, опять же, это в меру сознательности и родителей, и детей. Дело в том, что, глядя на взрослых, на старших, малыши тоже начинают поститься, начинают какие-то молитвенные правила вместе с ними соблюдать и в храм ходить. То есть, конечно, вначале есть послабление. Вначале деткам дают всю пищу, которую мы едим в обычные дни. Но затем просто с объяснениями, с какими-то комментариями, и, самое главное, своим примером мы им показываем, что вот это нужно делать так, именно в эти дни. Почему? И объяснять. Есть всему свое объяснение. Что такое пост? Ну, пост – это встреча со Христом. Любой пост – это подготовка к чему-то большому, великому, к празднику. И в данном случае мы вот ждем этой встречи и как бы приносим себя в жертву, делаем небольшой подвиг ради Христа, вот ради этого праздника. И согласитесь, что всегда праздник вот так хорошо встречать, когда мы немного потрузились, хотя бы вот в духовном отношении, в духовном плане. А как же Новый год? Я могу ответить на этот вопрос из своего собственного опыта, когда я еще не был священнослужителем, когда мы пришли к своему духовнику. Это было в Томске, это было в монастыре, и мы спросили благословения на празднование Нового года. И вот в первый год нам батюшка, я помню, сказал, ну, благословляю вас, отпразднует Новый год. То есть как вы празднуете? На второй год мы пришли, он говорит, я вас благословляю, но помните, что нужна во всем мера. Тем более, что Новый год попадает как раз на время поста рождественского. А вот в третий год мы пришли, он сказал, ну что же, вы же уже воцерковленные, вы же уже люди-то знающие, поэтому, пожалуйста, потерпите. Скоро Рождество до 7-го числа остается совсем, 7-го января остается немного времени. Инна, давайте еще раз напомним в завершении нашей беседы, кому категорически противопоказано подобное ограничение. Это люди истощенные, люди, которые имеют хронические тяжелые заболевания, сердечно-сосудистая система, легочная система, почечная, у которых имеются онкологические заболевания, которые проходят терапию. Ну и физиологически это беременные, кормящие женщины. То есть вот это основное ограничение по состоянию здоровья. Ну и, батюшка, вам слово, чтобы все не свелось только к еде. Пост это? Пост это встреча с Господом, это напоминание нам о том, что что-то грядет радостное. В данном случае вот встреча с родившимся Богом-младенцем Христом. И для этого мы должны соблюдать вот две таких вещи. Это помнить, что это не только ограничение себя в пище и в еде, в определенной, но это и, конечно, добрые дела. Это соблюдение заповедей Божьей, это посещение храма Божия, это участие в церковных таинствах, это наши отношения с Богом и с людьми, это воздержание себя самого от дурных поступков. Вот это и есть пост. И если мы будем правильно к нему относиться, я думаю, все будет хорошо у людей. Ну спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. А я напомню, что сегодня у нас в гостях и реет Дмитрий Никитин и эндокринолог Инна Вейцман.